Всем привет! У нас сегодня видео необычного формата. Выставка продажи. Покажу вам излишки растений, которые продаю в продаже. Хочу показать. А никогда так не делала в принципе. Хотя там полноухой как-то раз показывали. Не знаю, что-то захотелось так. Не потому что снимать нечего. Нет. Есть, что снять. Есть, что сказать. Но чего-то сейчас не хочется. Правда. Наверное, многие заметили, что видео выкладываем редко. Но нам пишут, кто здесь в ютубе пишут, ваш канал растет. Чем меньше видео выкладываем, ни канал растет. Ну ладно. Начнем с самой дорогой. Здесь растюхи. Тайское созвездие. Это верхушка. Два листа. Дорого. Поэтому я не думаю. Я даже не думаю, что продам. Если не продам, я себе эту верхушку оставлю. Себе. Цена не озвучивается? Нет. На самом деле я не озвучиваю. У меня все это в одноклассниках. В личных сообщениях. Может, кому не нравится писать лично и спрашивать. Я не напрягаю никого. Ну да. Все тут. Все есть. Все при ней. Это у меня тайское растение. Неголандия. Уже давно. Ну, как давно? Как мы сюда переехали. У нас еще с ней была история очень интересная. Посылка потерялась. Помнишь? Ага. Вот такая красотка. Листья пока, ну, сколько? Сантиметров. Двадцать, наверное, да? В окружности двадцать, да, где-то есть. Ну, даже, может... Ну, да, где-то так. Вот такие круглые листы. Ну, вверх это. Мамка стоит. Я с нее уже один черенок продала просто между... Ну, промежуточный. А так стоит. Я показывала не один раз. Так. Дальше кто у нас? Ну, тут пока что стоит. Два филатендрона пинг-принцессы. Вот один экземпляр. Уже вот здесь в стакане растет. Новые листья появились. Корневая. Все тут есть. Корни красные. Это не с мелкими листьями. Потому что я помню, давным-давно погибла она. Была еще в том городе жили. Эта пинг-принцесса была с мелким листом. Нет, это с крупными. У меня вот такой экземпляр. Тоже молоденькие листики такие прям. Растут. И вот еще один. Но я его пока нигде не выставляла. Это промежутки. А у этого промежутка получилось две головы. Вот сюда. Смотри. Вовнутрь. Видишь? Сверху покажи. Цена разная, конечно, у них будет. Тоже уже растет. У тебя уже в стакане растут. Сейчас, конечно, наверное, уже у всех она есть. Ну, мало ли. Ты там не поддакивай. Не надо не поддакивать. Ну, забирайся. Продавай эти цветы-то. Ну, выращивай. Вот такие вот принцесски две. Много лица. Две принцесски. Корни-то хорошие. А она третья. Она клавная. Да ты помолчи. Так что вот. Дальше. Наверное, их на поле беру пока. Вот такой вот филадендрон. Это свой. Ну, если себе брала. Голд-сатин. Или сатин-голд. Щертенький. Да. Красивый такой весь. Вот целиком он продается. Что? Продаем? Я поясню, почему продаю. Почему продаю? Я поняла, что филадендроны, все вот эти вот крупномеры, они очень шикарные, они очень красивые. Но это не мое. Вы знаете, вот, ну, растут они для меня вот. Ну, растут и растут. То есть я не радуюсь, вот как, например, у стрептокарпуса, да, или у папоротника. Новый росток появился, новый листик. Я прям рада, да безумие. Люсь, это моя вода, господи ты, боже, шмой. Вот. Ну, растут и растут. Единственное, что вот меня радует, это оглавные мои. Иди отсюда. И поэтому, ведь я уже говорила, по-моему, про это, что ли. Места много занимают. Вот стоит сейчас, говорю, карамель. Кто-то о ней мечтает, а я к ней вот, ну, вот ровно, абсолютно ровно. Я говорю, вот папоротник там, вот шаскалом леи, который у меня там, кстати, маленький, они уже три штучки цветут, кто смотрел, видел про них. Вот, поэтому, поэтому и продаю. Все растения здоровые, чистые. Ну, естественно, не за три рубля. Покажи нашу Люсьу дочку. Стояла чашка с цветочками. Ну, куда лезет? Ну, куда? Мы, естественно. Люсь, я на тебя. Не вошла. Я той чашке цветы поливаю. Господи. Сейчас опять будет лезть. Да. Чашки не показываешь. Смотри, смотри. Ну, смотрите. Ну, как так-то? Ну, села. Сейчас на мои цветы там себе придавит. Так, ладно, попку, попку. Ой, не могу на них. Личико покажи. Люсь. Люсь. Люсь, тебе не тесно? Ну, ладно. Немножко. Мало, как мясо. Мало. Ладно, извините за... Отступление. Отступление такое. Ну, на это невозможно не обратить. Видимо, у меня еще один видок. Ой, у вас. Такая колотэ. Я ее брала под названием Little Princess, что ли. Так вроде? Да, вроде так. Все. Она уже укорененная. Это домашнее, полностью домашнее растение. То есть, уже дома выросла и отделяла. Тоже в стакане растет. Ну, колотэ они недорогие, в принципе. Кому надо. Клешки тут все есть. Давно уже отсажено, уже кореновый лист. Это, говорю, полностью домашнее растение. Так, туда сейчас беру. Так. Вот этот папоротник, это не пушистик. Один у меня забрали. Еще вот один остался. Это... Сейчас скажу. Это вот этот вот кустик Fluffy Raffles. Я его делила пополам. Это мой кустик. У этого вида... Вот сюда не веди. Такая более набивная, что ли. Елочка. Так называю. Люськины волосы кругом. Вот. Так вот один. Остался. Что, купишь? Ага. Вот эти у меня уже укоренились. Ну, я жду, чтобы показался рост. Этот торт, он мой. Мой торт. Вот христи какой-то. Он все, уже кормил видно. Вот они. Есть крышечки. Мало их еще, но не есть. В принципе, ко всему стакану. Я жду, когда уже вот выйдет рост. Тогда я хотела поставить на продажу. И, так, и вот эта дреналия. Тоже она укоренилась. Тут у меня. Какая большая. Ну, большой куст, да. Тоже жду, когда новая вая пойдет уже. Из грунта. И тогда уже. Ну, все уже точно готовое. Обычно я продаю так цветы. Рост идет новый. Или уже не один даже. В любых цветах. Только потом продаю. В основном так. Тоже папоротник. Не дешевый. Ну, и хои, как всегда. Сейчас покажу, какие. Так. Первое, это у нас дисхедия. Апли лайф или как она? Ну, яблоко, короче. Все, уже готовое. Так. Что у нас тут дальше полить еще бы надо? Это уже с ростиком пошла расти. Это у нас Мишель. У меня все тоже у них в одноклассниках в продаже. В любой продаж. Вот. Так. Дальше, кто тут? О, это. Кто это у нас? Эллиптика. Эллиптика, да. И потом, какие у нее они процвели. Ты вставишь фотоцветение? Ага. Вот, когда монтировать будешь. Что она цвела так красиво вот эта. Да вообще эллиптики все красиво цветут. Так. Эритрина Батшвили. Как правильно ее называть? Эти листья красивые и цветет она очень часто. Цыплятами такими желтыми цветочками тоже фото потом покажет. Это Банджи, да? Да. У меня еще есть эритрина Пурпул. Но сейчас пока здесь нет ее. Так. Это у нас Акута. ЕПЦ 997. Тоже рост пошел уже. Ну, вообще молодец. Растет быстро. Ну, цвести она мне не цвела, потому что вечно стрельнет. Так. Это у нас... Кто это у нас? Скажи. Белла Альба. Ну, да. Белла Альба. Тоже уже растет здесь. У нас ростик. Так. Уберу, а то он падает. Так, а дальше что? Песчатываем. Песчатываем все. Извините, насыпала. Чесо. Мои, вредные такие. Так. Это у меня. Новый хост Корноза. Все. Растем. Скорнями. Обожаю тухое вообще. Благодарное, красивое. Так. Это Гунинг Гадинг. Тоже уже растет здесь. Вот эти молодые листочки. И с корнями. Так. Это у нас Макрофилла. Вот такая. Альба Вар. Тоже ростик есть тоже. С листочками. Ну. Корни. Все там есть. Так. Это у нас я. Она SLM какая-то. Но проще скажу, это у Оли Чарет. Тоже фото потом вставишь. Ростик тоже вот он есть. Она быстро растет, в принципе. И цветет она постоянно. Единственный недостаток ее. Не все цветы до конца распускаются. Как полуроспуск. Но они настолько интересные и яркие. Мне тоже очень нравится эта хоя. Постоянно. Один цветок зацвел, другой отцвел. И вот он бесконечно цветет. И цветет. Потом уже даже внимания перестала на нее прощать. Так. Это у нас Carrie Splash. Дальше. На солнышке немножко стояла. Уже все в корнях. Уже цвет набрала. Ну. Наверное, все узнали. Это лобки. Вот такой вот кустик уже. Тоже очень люблю ее. Безумно. Все в корнях. Уже в стакане в таком даже уже. Не маленько. Вот видно. Корнию и все. Так. Вот даже если когда я сажаю вать с одним листом, я всегда дожидаюсь рост. Практически 99%. Это макрофилосплыш. Корни. Последние две красотки у нас остались. Ондулата. С длинным листом. Уже вот с новыми ростами. Там снова уже скоро пойдут листья. То есть. Никакие они не капризные. Вот если вот пишут про них. Что у меня со средним листом. Что не знаю. Капризные. Все укореняется быстро. Все растут прекрасно. Корневая. Лист очень длинный. Не меряю на сколько. Но длинный. Еще длиннее. Бывают. 15-15. Но они длиннее вообще бывают. И вот новые листочки пошли. Уже тут видно. Ну ондулата сами понимаем. Не дешевые. И вот эта вот ондулата. С этой. Ну кто говорит с круглым листом. Кто с коротким. Ну в общем вот такая. Она тоже на солнышке красит лист. Но я не люблю если честно. Ондулата покрашенный. Я уже говорила тоже в каком-то видео. Они мне кажутся больными какими-то. Когда вот они на солнце загорают. Вот мне вот лично мне не нравится. Не знаю почему. Так. Тоже корни тут все есть. Вот этот лист. Он уже здесь вырос. Потому что садилась одним листиком. Ну вот и все. Все же. Вся продажа наше с ней сегодня. Ты не меня снимай цветы с ними. Ну я цветы, да. Так что если кого-то что-то заинтересует. А значит в одноклассниках у меня стоят растения эти на продажу. И еще выставили на авито. А на авито ссылку сделаешь, да там. Ну цен там нету. Тоже в сообщениях. Кому надо. Вы знаете кому надо. Тот наоборот. Вот любит. Поговорили. Все обсудили в личных сообщениях. Не потому что там скрыть от кого-то что-то. Нет. Потому что есть какие-то такие тонкие вопросы. Которые человек стесняется задать в общем, как говорится, чате. Или продавец стесняется ответить. Вот и все. Никто не обязан. Ничего. Все вот прям открыто-раскрыто. Ну и никто никого не заставляет. Не нравится так проходить именно. Просто я уже начиталась и в одноклассниках, и везде. Что вот скрывают вот туда-сюда. И вот это личные сообщения. Ну кому не нравится. Ради бабы. Мимо. Мы привыкли так, сколько лет. Всегда так было. Растения растут. Поставил, например, сегодня цену. Вот выставил фотографию, да? Особенно бегоний у меня несколько есть. Поставил одну цену. Пока ее уже огласила цену. А когда ее уже начали покупать, она в два раза уже выросла. А как мне неудобно человеку говорить, что извините. Время прошло, и она стала дороже. Я не могу. У меня совесть естественная продала по той цене, по какой я заявляла изначально. Поэтому тут очень много причин, по которым люди говорят, что писали все личные сообщения. Я считаю, это нормально. Ну все. Всем всего доброго, теплого лета, вкусных ягод, дынь, арбузов и всего прочего. Всем добра, тепла. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok